Всем привет! Меня не раз спрашивали, мол, а где реально можно заработать в интернете, если вокруг одни лохотроны, а также на чем именно зарабатываю я. Поэтому я решил сделать небольшую подборочку лучших, по моему мнению, способов заработка в интернете. С вами, как обычно, Дмитрий Костин, и мы начинаем. Прежде всего, я хочу объяснить, почему данные способы заработка я считаю самыми лучшими. Во-первых, они доступны любому. Конечно, этому также надо обучаться, но я бы не сказал, что обучение прям какое-то гиперсложное. Все это с легкостью осваивают даже представители старшего поколения. Во-вторых, данные виды заработка не предусматривают впаривание товаров, навязывание услуг, обучение, приглашение и так далее. Поэтому данные способы подойдут всем, причем даже самым замкнутым, которые не умеют общаться с людьми. Ну и в-третьих, у вас не будет никаких ограничений по заработку. Благодаря всем этим способам можно зарабатывать миллионы. Правда, вот я эти миллионы до сих пор не зарабатываю. Ну что ж, а теперь пойдем по порядку. И вначале я хотел бы затронуть заработок на информационных сайтах. Для меня информационные сайты стали настоящей находкой. Ведь именно благодаря инфосайтам я стал зарабатывать больше, чем на своей предыдущей работе. И именно благодаря сайтам я смог уволиться с работы и начать работать исключительно на себя. Сегодня создать такой информационный сайт вообще не проблема. Никаких языков разметки или программирования даже не нужно изучать. Ведь каждый может абсолютно бесплатно установить систему управления сайтом и уже из админки контролировать все процессы. Если вкратце, то процесс создания информационного сайта для заработка выглядит примерно так. Вначале выбираем нишу, в которой будем работать. Например, заработок, медицина, обучение, семья, дети, музыка, кино и так далее. Далее анализируем наших конкурентов в этой нише. Потом составляем семантическое ядро, то есть собираем группы ключевых запросов, под которые мы и будем писать статьи. Дальше покупаем доменное имя, арендуем хостинг, то есть хранилище нашего сайта. А после этого на хостинг устанавливаем систему управления сайтами. Например, тот же WordPress, которым я лично пользуюсь. Далее связываем домен с нашим хостингом, а потом уже непосредственно настраиваем сайт, то есть ставим темы, плагины, скрипты, корректировки, меню, виджеты, рубрики и так далее. Ну а после этого уже пишем сами статьи согласно нашему семантическому ядру. Ну а параллельно можно заняться его внешним продвижением, например, с закупкой ссылок. Ваша цель создать как можно больше качественных статей, чтобы как можно больше людей находило вас из поиска Яндекса и Гугла. Например, хотите вы написать статью на тему как найти площадь треугольника и идете в специальный сервис Wordstat от Яндекса и смотрите сколько народу ежемесячно ищет в поиске эту фразу. Нам выдало аж 32 тысячи раз за месяц, то есть в среднем каждый день в поиске Яндекса примерно тысячу раз в день ищут как найти площадь треугольника. И ваша задача написать как можно более емкую, интересную и правильную в плане SEO статью, чтобы откусить как можно больший кусок общего трафика себе. Проще говоря, вам нужно попасть на первые позиции в поиске Яндекса по данному запросу. Но здесь есть много своих нюансов. Нельзя просто так взять и написать статью на эту тему, потому что у вас много конкурентов. Поэтому нужно просматривать статьи конкурентов и делать лучше, чем у них. Зарабатывают на сайтах в основном следующим образом. Контекстная реклама. То есть реклама от Яндекса или Гугла. Народ кликает на рекламу, а вы получаете бабусики. Второе это партнерские программы. То есть вы рекламируете в своих статьях какие-либо партнерские продукты и если по вашей ссылке что-либо приобрели, то вы получаете процент от продажи. Также деньги сайтов можно получать за счет установки тизерной рекламы. По сути это небольшие рекламные блоки с кликбейтными заголовками из разряда «Малахов рассказал о своей ориентации», «Пугачёва сбросила 100 килограмм», «Киркоров откусил палец Баскову», «Только эти два ингредиента помогут вам сбросить жир» и так далее. Заинтересованные люди кликают и вы получаете свою копеечку. Далее пуш-реклама. То есть реклама в пуш-уведомлениях. Также имеет место быть прямая реклама, платные статьи и продажа ссылок. Хотя я не сказал бы, что это довольно регулярный и хороший доход. Также на своем информационном сайте можно продвигать свои услуги. Большой приток трафика на ваш сайт поможет вам найти новых клиентов для вашего дела. Сами можете увидеть, сколько делают сайтов фотографы, копирайтеры, дизайнеры и так далее. Также есть еще много различных способов заработка, но они, как правило, более мелкие и менее востребованные. Но если для вас все это сложно или вы не хотите разбираться в создании и продвижении сайтов, то вы просто можете приобрести его на бирже Телдери. Телдери – это самый известный, и я не побоюсь этого слова, лучший биржи по продаже и покупке сайтов. Покупка сайта является уже настоящей инвестицией с предполагаемой окупаемостью в среднем от года до двух лет. Правда и здесь тоже нужно не лопухнуться. Ушлых продавцов довольно много, поэтому надо всегда проводить анализ интересующего вас ресурса. Если интересно, об этом я расскажу в одном из своих следующих видеороликов. Далее у нас идут торговые форекс-роботы. О да, докатился, рекламирую лохотроны. Наверняка некоторые из вас именно так и подумали. И да, это действительно так. Мне заплатили за рекламу торгового робота, именно поэтому я представляю его вам. Конечно же я шучу, никто мне не платил, и я объясню почему это не лохотрон, как многие думают. Форекс-роботы или советники это специальные программы, которые автоматически открывают и закрывают сделки на бирже форекс. Вы просто задаете все необходимые настройки и программа работает сама. То есть ваша задача зарегистрироваться у одного из лицензионных брокеров, открыть счет, подключить и настроить робота и другие программы, такие как удаленный сервер, терминал и сервис статистики. Ну а дальше ждем профита или убытков. Конечно же убытков никому не хочется, поэтому прежде чем поставить того или иного робота, воспользуйтесь следующими советами. Во-первых, не пользуйтесь бесплатными роботами, которые распространяются через интернет, как правило это фуфло. Во-вторых, поищите отзывы в интернете от тех, кто действительно пользуется советами, а не тех, кто считает, что это лохотрон только потому, что он так считает. Например, подобную говно статью я прочитал на сайте seocit. Анализа 0, 1 вода. Также обязательно пообщайтесь с обладателями этого робота лично и никогда не принимайте навязчивые предложения по телефону или в личку в ВК. В этом случае вас точно оставит без штанов слив весь ваш депозит. Например, зарегистрируют вас у мошеннического брокера, скажут, что они профи в торговле, но на самом деле вы сможете попрощаться с вашим депозитом. Что касается меня, то я использую советника Wall Street Bot. У меня есть знакомые, которые уже два года зарабатывают с его помощью. Я прошелся по интернету в поисках инфы, подробно пообщался с обладателями этой программы и решил также попробовать войти. В итоге за четыре полных месяца я заработал 52% от суммы своего вклада. То есть в среднем выходило от 8 до 15% в месяц. Таким результатом, как правило, могут похвастаться финансовые пирамиды. Но сами понимаете, что финансовые пирамиды это 100% лохотрон и лотерея. Конечно, наверняка многие из вас скажут, что это очередной лохотрон и скам, поэтому я расскажу, почему это не так. Во-первых, робот работает с лицензионным брокером Forex4U, который на секундочку уже 12 лет на рынке. Во-вторых, вы не отправляете свои данные на чужие кошельки, и все ваши финансы находятся исключительно под вашим управлением. Я уже лично заводил и выводил средства, все нормально. В-третьих, Forex, в отличие от финансовых пирамид, не пользуется какими-то легендами. Это реальный валютный рынок, на котором зарабатывают испокон веков. В-четвертых, мы работаем на низких рисках, поэтому вероятность слить деньги довольно мала. Правда, из-за этих низких рисков получается довольно низкий доход. Но низкий этот доход только относительно высоко рисковых стратегий. А так 8-15% в месяц это просто отличный доход, я считаю. Я ради эксперимента пробовал поиграться с роботами на высокорисковых настройках, которые предполагают до 100% прибыли в месяц, но мне это не понравилось. За два месяца чехарды туда-сюда, то прибыль, то убыток, я остался в небольшом даже минусе. Поэтому я рекомендую все же использовать низкорисковые настройки. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Но тем не менее это все же не лафа, все равно нужно периодически следить за показателями, просадка, маржа и так далее. Тогда вы точно сможете свести все риски к минимуму. В общем, если интересно, можете прочесть подробную статью на моем блоге, ссылку я оставлю в описании. Следующим способом у нас идет YouTube. Конечно же, я не мог обойти стороной знаменитый видеохостинг, на котором вы, собственно, и смотрите данный видеоролик. Естественно, большинство авторов своих каналов хотят зарабатывать на нем. И это нормально. Правда, я, например, пришел к этому не сразу. Изначально канал мне был нужен лишь для того, чтобы получать дополнительный трафик на свой сайт. Сами посмотрите на мои первые ролики. И лишь три года спустя я сменил направление деятельности и стал делать обзор на интернет-мошенников. Ну а монетизировать канал я стал относительно недавно, лишь с мая 2019 года. Я думаю, что я не открою Америку, если скажу, что чем больше просмотров на ваших роликах, тем больше вы сможете зарабатывать. Поэтому люди и шпилят ролики, набирая просмотры и подписчиков. Правда, чтобы выйти на монетизацию, нужно выполнить одно условие. А именно, за год ваши ролики должны просмотреть не менее 4000 часов. Безусловным преимуществом YouTube является то, что канал можно развивать без вложений и каких-либо тренингов. Главное – выпускать ролики, которые хорошо схватываются алгоритмом. Ведь некоторые без раскрутки умудряются заполучить десятки тысяч подписчиков за несколько дней. А некоторые льют видео каждый день, а в результате за целый год всего 200 подписчиков. Тем не менее, YouTube доступен каждому и каждый может здесь заработать. Причем не важно, кем вы будете – блогером, стримером, интервьюером, музыкантом или делать топы и факты. Также не важно, будете ли вы показывать свое лицо, говорить своим голосом или просто перелистывать картинки под музыку и играть без слов. Хотя нет, про последнее забудьте. Не делайте слайд-шоу, подборки приколов и видеоинструкций без микрофона – это реальное дно. На чем же зарабатывают ютуберы? Конечно, здесь я тоже Америку не открою, но все же. Основа – это контекстная реклама, то есть стандартная монетизация от гугла. Так что смотря рекламу на чьем-либо канале, вы вносите свою лепту на развитие канала или же на печеньки автору. Следующим популярным способом заработка на ютубе является, конечно же, рекламная интеграция. Помимо контекста, к вам напрямую могут обращаться рекламодатели. Вам заплатят денежку, а вы в ролике подробно расскажете про тот или иной канал, продукт или услугу. А если рекламодателей нет, то вы можете сами найти какой-нибудь товар, сервис или услугу, где есть партнерская программа. И в итоге вы будете получать деньги, если кто-то совершит действие по вашей партнерской ссылке, например, покупку. Помимо всего прочего, вы можете рекламировать самого себя, например, если вы фотограф, актер, музыкант и так далее. Так что возможности здесь очень большие. Четвертым пунктом я бы выделил социальные сети. Такие, например, как ВК, Фейсбук, Инстаграм и даже мессенджер Телеграм. Да-да, я знаю, что это не социальная сеть. Суть всех этих платформ проста. Создаете профиль, паблик или канал, делаете интересные записи, развиваете канал и собираете подписчиков. Ну а дальше монетизация. Правда, к сожалению, в отличие от Гугла, своей монетизации в социальных сетях нет. Я имею в виду контекстную рекламу, как на сайтах или в ютубе. Большинство админов и блогеров монетизируют социальные сети в основном с помощью прямой рекламы других сообществ или каких-либо товаров и услуг. Единственное, что еще можно посоветовать, это скомбинировать вышеперечисленные способы с социальными сетями. То есть, если, допустим, у вас есть паблик с 50 тысячами подписчиков и есть тематический сайт, который вы создали еще вчера и на который еще никто не приходит, то в этом случае вы можете опубликовать пост в своем паблике с ссылкой на вашу статью. В результате с паблика на сайт вполне может перейти несколько сотен человек, которые и посмотрят контекстную рекламу на этом самом сайте. Таким образом, вы сможете получать деньги с сайтов, даже если на нем не будет поискового трафика. Я в свое время так зарабатывал на фейсбуке, причем зарабатывал очень недурно. Кроме того, на фейсбуке все же есть свой способ монетизации, который называется моментальные статьи. Но работала данная монетизация только исключительно в связке с сайтом. И была создана она исключительно для мобильного приложения Facebook. В лучшие времена мне удавалось зарабатывать по 50-100 долларов ежедневно только с этих самых моментальных статей. Потом, к сожалению, большинство админов заблокировали моменталки и пришлось использовать только старый добрый контекст. И кстати, если вы не знаете, как развивать социальные сети или просто не хотите этим заморачиваться, то вы также можете купить паблики на специальных биржах. Только опять же, здесь нельзя покупать в лоб. Нужно как-то проанализировать покупаемый товар, а то, как и везде, здесь присутствуют недобросовестные продавцы. Но благо, что здесь есть безопасная сделка и после передачи всех прав должно пройти порядка двух недель, прежде чем сделка будет завершена. А за это время вы сможете прочесть паблик вдоль и поперек, чтобы убедиться, что подписчики не фейковые, а аудитория активная. Следующим способом я бы выделил инвестиции. Когда кому-то говоришь про инвестиции через интернет, то многие почему-то думают, что речь пойдет о финансовых пирамидах. Но о никаких хайпах речи сегодня не пойдет. Под инвестициями я подразумеваю покупку ценных бумаг, например, акции, облигации или фонды. Это, так сказать, классическое инвестирование. Облигации — это долговые бумаги, то есть покупая облигации того или иного предприятия, вы как бы даете ему в долг, а предприятие обязуется выполнить вам все это к определенному сроку. Естественно, с процентами. Облигация является самым низкорисковым и самым низкодоходным инструментом. И дает примерно 7-12% годовых, что уже хотя бы лучше, чем банковский депозит. Акции — это ценные бумаги, которые та или иная компания выпускает на фондовый рынок. Покупая акции той или иной компании, вы как бы становитесь ее совладельцем. Правда, на деле, конечно же, ничего не решаете. Но зато вы имеете право на получение дивидендов. То есть, например, у вас есть 100 акций Сбербанка. За одну акцию выплачивают дивиденды в размере 16 рублей. Следовательно, когда наступит время выплаты дивидендов, вы будете получать 1600 рублей. Дивиденды, как правило, выплачиваются 2 раза в год. Ну и, конечно, никто не отменял заработок на разнице цен покупки и продажи. Ну а чтобы начать покупать ценные бумаги, вам нужно зарегистрироваться у официального брокера, например, БКС, Финам, Сбербанк, Тинькофф, Открытие и так далее. А далее можете создать индивидуальный инвестиционный счет, чтобы не было проблем с налогами. После этого пополняете баланс, ставите торговый терминал, с которого будет вестись вся торговля. Ну а дальше уже анализируете рынок и покупаете или продаете ценные бумаги. Конечно, так сразу все не объяснить, поэтому рекомендую вам посмотреть бесплатный 5-дневный тренинг по инвестированию. Там вам подробно разжуют что да как. Я сам проходил этот курс, поэтому это не то, что реклама, а реальная рекомендация. Но, конечно, я бы не назвал данный способ заработка быстрым. Я бы скорее назвал, что это создание собственного пенсионного фонда на будущее. Но даже при небольшом начальном вложении, например, 30 тысяч рублей, за 5-6 лет можно выйти практически на пассивный доход в размере 50-100 тысяч рублей. Но, правда, скажу честно, для этого придется доливать средства и реинвестировать заработанное. Да, конечно, я согласен, это долго и муторно, но это уж лучше, чем в 65 лет выйти на пенсию в 10-15 тысяч рублей и сводить концы с концами. А так вы можете выйти на пенсию хоть в 30, в зависимости от того, сколько вам лет сейчас. Ну и шестым пунктом я хотел бы отметить Яндекс Дзен. Многие просили меня сделать еще один ролик по Яндекс Дзену, но я больше этого делать не буду, так как практически не занимаюсь. Но все-таки я включил его в свой список, так как в свое время он приносил мне по 100 тысяч рублей ежемесячно. Не то, что конечно сейчас. И в принципе, несмотря на довольно скромные доходы в настоящее время, у Дзена есть свои огромные плюсы. Например, это быстрый выход на монетизацию, теоретическая возможность получения неограниченного дохода и, конечно же, бесплатность самой платформы. Суть, я думаю, многие уже знают. Регистрируемся в Яндекс Почте, если у вас ее нет, создаем канал на Дзене, оформляем его, пишем статьи, много статей. Набираем за неделю 7 тысяч дочиток в общей сложности, подключаем монетизацию, заполняем манкету, отправляем свои паспортные данные с НИЛС. Ну а дальше ждем модерации, а пока ждем ее, пишем статьи дальше. Ну а после модерации можем смело снимать заработанные деньги на свой кошелек. Но я не буду подробно останавливаться на Дзене, так как я ему и так посвятил аж два ролика. Посмотрите их, если вам интересно. Ну и раз я заговорил о Дзене, то я разыграю один из своих каналов, который я начал вести, но перестал. Если честно, то просто стало лень. Тем не менее, канал на монетизации и на нем лежит более 200 рублей. Анкета не заполнена, а это значит, что не будет никаких проблем с передачей. То есть на него нужно просто публиковать статьи, чтобы вернуть канал к жизни, при этом зарабатывая деньги. Ну а со временем количество просмотров и дочиток должно увеличиться. Главное, не забудьте заполнить анкету, чтобы можно было выводить деньги. Все, что вам нужно сделать, это быть подписанным на мой канал, репостнуть данный видеоролик в ВК или Фейсбук и написать в комментариях что-нибудь типа «Участвую», «Я в теме», «Хочу канал». При этом не забудьте оставить ссылку на свой профиль, чтобы я увидел запись на вашей стене. И да, стена должна быть открыта. И так как канал всего один, то будет еще два утешительных приза по 300 рублей. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел и перед выходом следующего ролика где-то через неделю я объявлю результаты. Только сразу хочу поставить все точки над «и». Не нужно мне долбить личку по этому поводу, будет игнор. И я никого не консультирую и не обучаю вести канал. Может, только дам несколько рекомендаций после передачи. Так что удачи вам. Ну вот в принципе и все. Конечно многие скажут, что мол есть и другие способы заработка. И да, я с вами в этом согласен. Но, я в самом начале ролика уже объяснил, почему данные виды заработка я считаю самыми лучшими. И более того, рубрика называется «Проверена на себе», поэтому я рассказал про то, что лично пробовал на себе и где имел хороший результат. Но, конечно, при всех плюсах данных видов заработка есть один существенный минус. Некоторые из них требуют вложения силы времени, другие же требуют вложения денег. И, например, если брать заработок на сайтах, ютубе, в социальных сетях или в инвестициях, то нужно учесть, что сразу доход вы не получите. На развитие данных проектов могут потребоваться месяцы, а то и более года. Я, например, свои первые деньги на сайте стал зарабатывать лишь спустя 10 месяцев после его создания. А до этого я только писал, писал и писал. Так что смотрите сами, подходит ли вам данные виды заработка или нет. А какой, по вашему мнению, лучший способ заработка в интернете? Напишите свой вариант в комментариях. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, ролик вам понравился. И если вам интересно более подробно узнать про какой-то из указанных способов, кроме Дзена и, пожалуй, социальных сетей, то напишите мне об этом, и тогда я сниму на эту тему отдельный видеоролик. Ну и не забываем про конкурс с каналом Яндекс.Дзен. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выхода новых роликов. Спасибо за просмотр! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok